Сегодня тема Крымского кризиса дошла до Генеральной Ассамблеи ООН. Со второй попытки Украине удалось добиться созыва главного совещательного органа Организации Объединенных Наций. Члены Генеральной Ассамблеи сегодня приняли резолюцию о территориальной целостности Украины и непризнании итогов референдума в Крыму. За документы проголосовало большинство стран, и что интересно, итогами голосования остались довольны не только страны Запада, но и Украина, но и Москва. Как так получилось, мы чуть позже узнаем у моего коллеги Евгения Маслова. Он выйдет на связь со студией от здания ООН. Тут мы укажем, что 100 стран действительно поддержали резолюцию о территориальной целостности Украины и непризнание референдума в Крыму. 11 государств проголосовали против. Это, конечно, Россия, но список остальных стран интересен. Это Северная Корея, Куба, Зимбабве, Венесуэла и другие страны. И что самое главное, 58 государств, включая Китай, вообще воздержались при голосовании. К этой теме мы вернемся чуть позже. Еще раз повторю, мы ждем включения нашего корреспондента Евгения Маслова. Теперь к срочным сообщениям, которые сейчас поступают из Киева. Украинский новостной сайт Правда.ком.юэй несколько минут назад сообщил, что здание парламента страны атакуют активисты националистического объединения «Правый сектор». Сейчас вы видите сайт Правда.ком.юэй. В интернете еще идет прямая трансляция. Они выкрикивают лозунги «Революция», бьют окна, пытаются открыть двери Рады. Кроме того, к зданию принесли автомобильные покрышки. Недовольство прав радикалов вызвало недавнее убийство одного из главных участников «Правого сектора» Александра Музычко, известного как Саша Биллый. Националисты требуют отставки главы МВД Авакова и трибунала для министра обороны Тинюха. И сейчас мы возвращаемся к теме голосования в Генеральной Ассамблее ООН. Там сегодня рассматривалась резолюция о территориальной целостности Украины и непризнании референдума в Крыму. Сейчас на прямую связь со студией выходит Евгений Маслов. Узнаем у него, как так получилось, что и Москва, и Запад довольны этой резолюцией. Женя, как проходило голосование? Тебе слово. Генеральная Ассамблея ООН сегодня большинством голосов проголосовала за резолюцию, предложенную Украиной, призывающую международное сообщество не признавать результатов референдума в Крыму, а также не допускать нарушения территориальной целостности Украины. Голосованию предшествовало более чем двухчасовое обсуждение проекта резолюции. Представители Украины, разумеется, заявили на Генеральной Ассамблее о том, что Россия фактически совершила агрессию против Украины. Представитель России, в свою очередь, в частности, посол России при ООН Виталий Чуркин, дал понять, что Россия не поддержит резолюцию. По его словам, оспаривать референдум в Крыму – это контрпродуктивно. Вместе с тем, любопытно, он отметил, что проект резолюции содержит и правильные положения. В частности, призыв воздержаться от односторонних действий или подстрекательской риторики, которые могут привести к росту напряженности. Большинство выступающих, тем не менее, высказывались в поддержку резолюции, но голосование оказалось, тем не менее, не столь однозначным, как того можно было ожидать. Резолюцию поддержали 100 стран. 58 стран воздержались, 11 стран проголосовали против. Среди проголосовавших против – Россия, Сирия, Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Судан, Венесуэла и Зимбабве. Интересно, что, отвечая на вопросы журналистов по завершению Генеральной Ассамблеи, представитель России Виталий Чуркин дал понять, что считает сегодняшнее голосование дипломатической победой России. Он мотивировал это тем, что итоги голосования наглядно показывают. «Россия не в одиночестве и о полной изоляции на международной арене, как утверждают США и их западные союзники, речи не идет». Журналистами по завершению сегодняшнего заседания Генеральной Ассамблеи пообщался и министр иностранных дел Временного правительства Украины Андрей Дещица. Отвечая на вопрос РТВА о том, остался ли он доволен итогами голосования, он ответил, что да, поскольку теперь Украина смогла заручиться поддержкой не только большинства стран, членов Совета безопасности, но и большинства стран мира. «Это голосование стало не только поддержкой Украине и ее территориальной целостности. Это голосование также стало поддержкой Устава ООН и основополагающих принципов международного права. На этот счет высказались сегодня все, и ясно, что вопрос был глобального уровня». В то время как в ООН заседала Генеральная Ассамблея, у стен штаб-квартир Организации Объединенных Наций сегодня прошел митинг «Поддержка Украины». Сюда пришли представители украинской диаспоры Нью-Йорка. Надо сказать, что эти митинги стали уже довольно регулярным событием, поскольку украинский вопрос в ООН сейчас поднимается практически каждую неделю. «Люди, пришедшие сегодня к ООН, также следили за ходом голосования по резолюции. Мы пообщались с митингующими. Люди говорили о том, что в целом результатами голосования они остались довольны, но давали понять, что ожидали от международного сообщества и от Организации Объединенных Наций в течение последних недель более решительных действий в поддержку Украины». «Санкции, такие декларативные меры, они не способны управлять. Остальные мероприятия по изменению энергетической зависимости Европы – это долговременная такая мера. И она не скажется. А, конечно, Украина ждет, что сделать сегодня, сейчас». «Вы знаете, очень слишком запоздалые все помощи для Украины, можно сказать, и от Америки, и от Европы. Очень-очень опаздывает. Если бы это было быстрее, было более направлено, наверное, бы что-то и помогло». «Я не политик, я не могу точно сказать, что кому нужно делать. Я только надеюсь, что все эти санкции и то, что сейчас Европейский Союз, Америка и ООН делают, как-то все-таки повлияют на ситуацию, и что Путин образумится и прекратит насилие, которое сейчас происходит». «Стоит, конечно, добавить, что резолюция по Украине, принятая сегодня на Генеральной Ассамблее, носит, конечно же, больше декларативный характер, она не имеет обязательной силы. Это моральная поддержка Киеву, но не более того. Завтра украинский вопрос снова будет обсуждаться в ООН на заседании Совета Безопасности. Ожидается, что перед членами Совета Безопасности он выступит генеральный секретарь организации «Панги Мун». Он обратится к ним со специальным заявлением. Роман. Евгений, благодарю вас. Мой коллега Евгений Маслов от здания ООН на сегодняшнем голосовании в Генеральной Ассамблее по резолюции в поддержку территориальной целостности Украины. Продолжение следует...